Девочка-пай Девочка-пай Ну слушай, раз уж такая гулянка пошла, у тебя какое самое яркое детское воспоминание? Есть же у тебя детские воспоминания? Конечно, смотри, я уже с детства была сильной и независимой Один раз прихожу из школы домой, дверь закрыта, ключи наоборот в квартире я забыла Недолго думая, позвала свою одноклассницу, спилили замок и сошли в квартире А, я думал, сходили, купили таблеток для памяти, чтобы не забывать ключи? Нет, Максим, ну каково было удивление родителей, не в этот день, а на следующий, когда мы Пришли с моей подругой домой, думаем, как-то скучно у меня в комнате, давай-ка перестановку сделаем Поменяли кровать с диваном, шкафы все переставили, они пришли как в новую квартиру И запретили тебе общаться с твоей подругой, наверное, после этого? Нет Какие-то странные подруги, одна замки спилит, вторая мебель двигает Такие есть, Максим, а у тебя вот какие друзья были, какие детские воспоминания? О, а у меня, знаешь, какие? Вот на карачках сидишь и полишь, вот этот полишь, пропалываешь Берешь, этот самый, закутываешь и поливаешь, ну, поливальник Потом идешь, яблоки вот так вот собираешь Это взрослые воспоминания, Максим Если я всю жизнь, все детство в саду провел, я что сделаю-то? Ладно, не плачь, сейчас, вот так, вот, взятый Ну, давай Иди А ты, кстати, вот так вот ускорил этот в саду? Да Пойдя Добрый летний вечер! Ура! Ура! Мы так ждали, чтобы сегодня поздороваться именно с вами так, друзья Наступило лето, 1 июня и 9-я летняя студия на ваших телеэкранах И причем лето, вот оно наступило, вот прям лето-лето Плюс 26 сегодня, это прям какое-то счастье, какая-то радость А также радость видеть в этой студии Алену Мильну Максима Кроптова и всех наших телезрителей, которые сегодня собрались в телеэкранах И готовы уже вместе с нами отмечать первый день лета Лето это всегда, знаешь, как будто какой-то отдых, да? И прямо сейчас мы на 9-й студии тоже начнем отдыхать, расслабляться Но, тем не менее, получать какие-то знания, какую-то информацию И, конечно же, подарки от нас Ну что, сегодня мы будем с вами, как всегда, общаться Группа ВКонтакте Девятка ТВ Кирова для ваших сообщений создана Заходите туда Там, во-первых, есть прямая трансляция Если вдруг вы от телевизора далеко Но, кто знает, может быть, кто уже на пляж поехал Вполне возможно Или в поля То мы всегда в ваших гаджетах А также именно там можно отвечать на вопрос вечера И сегодня, 1 июня, отмечается День защиты детей Конечно же, мы хотим у вас спросить Что мы хотим узнать? Ваши яркие детские воспоминания Во-первых Во-вторых, вы можете скидывать свои детские фотографии И показывать, какой вы были маленький лялька в детстве И материнский инстинкт тут немножечко сыграл В общем, за ваши фотографии, за ваши комментарии Мы сегодня ударим вас с ног до головы У нас есть для вас подарочки Аленочка, объявите, пожалуйста Смотрите, вот, во-первых, для ваших детей И для ваших внутренних детей подарок Вот такой вот 12 июня мы отправляем вас в Театр Кукол На принцессу карамельку Целых два билетика в одни ручки сегодня отдадим А также, вот, маленькие девочки Они любят модничать, знаете ли И даже И даже не маленькие С детства, причем, да Потом вырастают и отправляются на вятка фэшн дэй Причем, друзья, у нас есть вот такой вот классный пригласительный билет Поэтому он вам достанется абсолютно бесплатно А также есть розыгрыш, и он даже с какой-то цифрой И вполне возможно, что вы там что-то выиграете Поэтому прийти стоит на 100% И еще и для того, чтобы, например, посмотреть Какой показ пройдет с лицами нашего телеканала Именно Ну а также, друзья, звоните по номеру 351404 Передавайте приветы Рассказывайте свои детские истории Делитесь эмоциями от первого дня лета Не знаю, хвалите кого-то Признавайтесь в любви И все это в прямом эфире 351404 Дозвоните за нас Пообщаемся Повеселимся А если вы еще и классно ответите на наш вопрос То один из подарков Он так вот сразу улетит к вам Ну что, прямо сейчас уже начинаем девятую студию И хочется еще об одном важном моменте рассказать Ну что, 3 июня, друзья, мы уже планируем ваши дни вперед В 19.00 в галерее прогресса состоится открытие ретроспективной, друзья, внимание Выставки классик советской фотографии Владимира Лагранжа Между прочим, она откроется 3 июня в 19.00 Это будет пятница И выставка, вот всегда важно на открытие прийти Потому что там всегда, во-первых, интересная информация Там всегда какие-то классные факты Там всегда огромное количество людей Которые близки вам по духу Конечно же, которые, именно ценители Которые знают, как это все преподнести вам красиво Но выставка пройдет с 3 июня по 21 августа Даже вот так вот все лето практически То есть успеют посидеть всех И ноль плюс возрастное ограничение Поэтому вперед Ну что, вот все вам рассказали, все показали А давайте уже начинать отдыхать С чего начнем? Хорошо, поехали Я предлагаю прямо сейчас отправиться нам на аттракцион Потому что дети и взрослые тоже любят, знаешь ли, развлекаться Особенно классно, если аттракцион, которого ты можешь посмотреть На город с птичьего полета Заинтриговала? Дети — это цветы жизни Именно поэтому в первый день лета вся Россия отмечает праздник, посвященный именно малышам В честь этого дня ребятни устраивают викторины, игры и концерты по всей стране А самыми популярными местами посещения в этот день становятся аттракционы А самый популярный аттракцион в свою очередь — это колесо обозрения Первое колесо обозрения в нашем городе появилось в 1988 году В наше время все сильно поменялось И мы решили разузнать поподробнее про эти самые аттракционы Здравствуйте, дорогие зрители Меня зовут Александр, я директор колеса обозрения Сегодня мы расскажем несколько фактов о колесе обозрения Колесо обозрения в Кирове высотой 50 метров Одновременно на ней может прокатиться 108 человек Действие переводится приводами и колесами резинового типа, что исключает проскальзывание Вес конструкции около 108 тонн Во многих колесах обозрения мира отсутствует 13-я кабинка Киров не исключение Это связано с суеверием Вместо 13-й кабинки у нас кабинка 12А Оборот колесо обозрения делает за 8 минут Также во многих колесах обозрения придумывают необычные кабинки В Кирове имеется кабинка для проведения романтических ужинов и кабинка для селфи Первое колесо в мире создавалось в 1893 году в Америке На ответ башни Эйфеля в Париже Колесо это было в высоту 80 метров А управлялось оно двумя паровыми машинами Такие мощные силовые агрегаты Вот эту громадину крутили Самое большое, самое высокое колесо в мире находится в Дубае Оно составляет высоту 250 метров Имеет 48 кабин И составляет полный оборот колеса за 38 минут Мы вам донесли необычные факты о колесе обозрения Всех с праздником, с днем защиты детей Пока-пока Пока-пока Слушай, а захотелось покататься? Да? Прокатиться, посмотреть на город Почему бы и нет? Можно как раз лет впереди, красиво Тем более, да, сейчас зелень Ох, прям хочется Причем там еще, говорят, есть что-то где поесть В этом колесе Узнаем чуть позже, ну а прямо сейчас у нас на прямой связи Между прочим, Александр Бушмакин Сашка, привет! Привет, ребят, привет, друзья Как делишки твои, как настроение? Все супер, день защиты детей, лето наконец-то наступило Тебя защитили? Да, меня защитили И вы заметили, кстати, что не было весны как будто Была зима и сразу лето Это линия счастья? Конечно Пусть хотя бы такое кратковременное Весну хочется забыть, да Кратковременное наше лето Саш, с чем ты к нам пришел? А я традиционно принес сегодня на обсуждение вам, Алену Максиму и всем телезрителям Три проекта, которые публиковали обычные люди в интернете и просят на них что? Клячет Клячет, да Клячет денюжки Клячет денюжки, просят деньги Так, проект из краундфандинга Да, проект из краундфандинга Итак, первый проект у нас называется «Дом винтажной музыки» Так Бюджет 720 тысяч, 1200 уже собран 720 тысяч рублей? Да, 720 тысяч рублей Это очень плохой дом Ну это винтажный Нет, я тебе скажу, что это дешево Это очень дешево, чтобы построить дом Это дешево Дом, кстати, в центре Москвы, здание Это очень дешево Это месячная аренда, понимаешь, этого помещения Расскажу, в чем суть вообще, что там в «Дом винтажной музыки» В общем, одна девушка, которая проживает в Москве, 20 лет, с семьей своей собирала различную музыкальную аудиотехнику Патефоны, граммофоны, различные Радиолы Радиолы, да, все что угодно И собралась уже достаточно большая коллекция И она поняла, что это нужно показать миру Я хочу это показать всему миру Они выиграли грант специальный А еще, они, то есть, они грант выиграли? Да, у них есть деньги Причем, выставка вся есть Есть деньги для того, чтобы это помещение отремонтировать Но, ваши варианты, на что они хотят? Вот 720 тысяч На поесть, судя по всему На пожить Ну, то есть, это арендовано На рекламу Кстати, по рекламу вообще ни слова Я сделал вам подсказку Дом винтажной музыки На музыку? На винтаж? Да, на музыку Винтаж, что у них уже там есть Ребята хотят сделать еще специальное пространство Чтобы там могли выступать музыканты И чтобы музыканты не возили с собой большое количество оборудования Чтобы это оборудование было стационарно А вот на это нужно 720 тысяч Такие все простые вообще Как два рубля Давайте мы денег купим Ну, типа, чтобы там музыка играла Да, у нас очень много всего старинного музыкального Которое в целом работает Подождите, но винтажная музыка Это что же когда-то записано Когда-то исполнено давно А если они придут здесь и сейчас играть Это уже современные Не, если Жуков приедет То там в целом уже винтаж Ну, ладно, ладно В общем, тут спорить можно долго Но в целом задумка интересная Интересная Ну, пока я не знаю Не уверена, что они соберут Я вообще вот в этот краудфайдинг У меня такое ощущение, что они просто собрали деньги Да, и себе Как вообще за это отчитываются? А вот узнаем на следующей неделе Я думаю, что там как раз будет день краудфайдинга И разберемся во всех том Ну, давай Да, разберемся Ну, что ж, переедем к следующему проекту У меня сегодня так Все про дома практически получается От винтажного музыкального дома Мы приезжаем к женскому дому Женский дом? Женский дом Знаете, есть дом Просто мужиков Дом музыки, родильный дом Есть женский еще А там что? Значит Во-первых, сколько? Сколько? 600 тысяч Но много рублей пока Девчонки-то дешевле винтажной музыки, оказывается Обходят Обходят Дело в том, что автор этого проекта Некий Айдар Ага Мужчина Это мужчина И в аннотации проекта Знаете, что он пишет? Вот такой затонированный, да? Заниженный, затонированный женский дом Но, возможно, это такое же впечатление произведет В общем, он пишет о том, что он задумался Он медитировал К нему это пришло во время медитации Он медитировал и такой Для мужчин столько много пространств А для женщин пространств нет Надо сделать А какое-то... Подождите, а какого мужчин пространства есть, которое вот... Женщинам не подходит Барбершоп, например Ваши спортбары Барбершопы Вот эти вот все Ну ладно Барбершопы? Давайте Дорожие ваши Вот эти Это мы сами себе делаем Ну вот А нам, женщинам, куда идти? К Эльдарчику пойдем Маникюрщики ваши тоже вот это чисто женская тема А вот это там будет... Спортбары Спортбары пускают всех Почему-то нам там неинтересно Ну, ну Это ваши проблемы Моргенштерну интересно в этом самом маникюре Подождите Эльдарчик нам какое-то развлечение предлагает Эльдарчик сразу Эльдарчик Эльдарчик Эльдарчик, значит, говорит о том, что Для чего вообще нужны деньги? Значит, там на аренду надо потратить 130 тысяч он даже указал А еще у него есть две напарницы Они, значит, лэшмейкеры Как? Лэшмейкеры? Лэшмейкеры, которые, я понимаю, ресницы делают Да, Альон, правильно? Да-да-да Вот, значит, для того, что там делать ресницы Помимо того, что туда можно прийти попить травяной чай, например Девушки шли-шли, зашли помедитировать И чай травяной попили у Эльдара Можно еще ресницы сделать Потому что он говорит, что это сейчас очень модно и актуально Сколько он просит? Всего он просит Семьсот? Шестьсот Ты подожди? У меня у жены шестьсот просили Потому что у меня дома все вот это есть Приходят Чай попьют Ресницы сделают Что-то там еще тыры-пыры Аренда кухни моя где? Мне кажется, было не так дело Он, наверное, ехал Вот на своей вот этой заниженной Идет девчонка Идет девчонка А у него уже две лэшмейкеры есть Идет девушка И она ему нравится Он такой, эй, дорогая Пойдем ко мне У меня есть два лэшмейкера У меня есть женский дом Чаек попить Вот, собственно говоря Шестьсот давай Нет, он у них не просит Он решил Они же ему и не дают денежек У меня вопросы больше к лэшмейкерам Очень странное название Мы лэшмейкеры О, что-то вы там такие, да? Не-не, мы ресницы делаем Ну понятно, да Отмазывайтесь теперь В общем, девчонки, если честно Лучше в этот дом не заходить Мы вам советы Я сейчас это поняла Айдарчик хаус Кофе, чай, реснички Реснички Поговорим Медитируем Эй, красавица Ну, в общем, да Не вызывает какого-то доверия Если честно Лэшмейкерная Вот так вот я бы назвал Лэшмейкерная Ну, а закончить Хотелось бы Свою презентацию проектов Производства магниевой воды Магнум А где дома? Ты же сказал Я сказал, что практически все дома Магнум, как пистолет? Дом, дом, дом И вот давайте про магниевую воду поговорим Итак, ну давайте поговорим Бутылки Юпи кто-то развел Это магний 500 тысяч Бюджет этого проекта 16 рублей уже собрали Ну, 16 Сколько? Ну, кто-то пить хотел Нет, общее сколько? Общее 500 500 Тысяч Итак, ну мы на убывание пошли Да, значит Человек из Екатеринбурга Автор этого проекта Его зовут Иван Николаевич Парынин Он понял, что в городе нет точек продажи с магниевой водой Ужас какой Это безобразие Подождите, а у нас есть? У нас вятки зачерпи Там магнишан Там вообще весь спектр И магний, наверное, тоже где-то есть Он понял, что в этой воде есть преимущества Например, улучшая пищеварение Как вот он описывает Там антибактериальное действие Борьба с вирусами Снижение веса Так, куда закидывать деньги Я знал, что тебе понравится На самом деле он ничего нового не придумал Он просто приобрел франшизу Там, значит, есть какие-то концентраты Что уже как бы вызывает какое-то сомнение Насчет целебности этой воды Какой-то концентрат его разводят в чем-то В какой-то жидкости В чане, наверное, как в столовке наливают Посмотри, на картинке Буратино Что там дальше? Апельсиновый сок Гранатовый Цвета все очень какие-то ядовитые, если честно Да Ну такие яркие Что ему надо? На магний ему надо? Что там? Значит, ему нужно пройти какую-то, получить лицензию Для того, чтобы вот эту целебную воду с магнием продавать И заключить контракт на точке продаж Что он хочет сделать в Екатеринбурге 300 точек с магнитной водой У нас без лицензии люди раньше через телевизор делали целебную воду Я могу, ребят, кому надо? А, еще он хочет нанять сотрудников для разлива вот этого всего А, сотрудники для разлива? С гаражей мужики вот эти? На раздаче которые А мои сотрудники для разлива Мы с ним уже давно сотрудничаем Менеджеры разливающие Вот такой вот интересный проект Итак, давайте подведем итоги Первое у нас, это что было? Дом винтажной музыки Дом винтажной музыки Потом лэшмейкерная Уайдар Лэшмейкерная уайдарчика на патриках Это вообще-то был женский дом вообще-то был Женский дом и разноцветная водичка Ну, не знаю, ребят А что полезное? Пока мы только на винтажную музыку еще куда-то Я даже туда как бы, ну, в целом У меня дома есть вот этот Ну, я, кстати, Ален, с тобой согласен Я тоже пока на винтажную музыку, это самое что-то такое Ну, ты вообще музыкант, тебе грех Не, хотя тебя бы в женский дом Да, я подумал Потусить с Айдарчиком с девчонками Давай лучше спросим у Саши Во-первых, сегодня 1 июнь же Да У тебя какие-то яркие воспоминания из детства Сохранены в твоей памяти? Не выключились еще вот так вот? Яркие воспоминания из детства Да, все воспоминания яркие Какой был тяжелый вздох? Я, наверное, и не припомню Но я думаю, что я сегодня, буквально через несколько минут после вас Поеду на съемку И там эти вот воспоминания, эти ощущения Об этом вы узнаете чуть попозже Завтра, кстати Завтра, кстати Мы как раз с вами рассказывали, что сегодня в 6 часов вечера Пройдут запуск воздушных змеев И как раз Александр отправится туда Поэтому если кто-то вдруг еще Приезжайте, пообщайтесь с Сашей Только после 9 студии Ну а прямо сейчас, друзья, мы двигаемся дальше Александру пора отправляться уже на съемку Ну а мы будем сейчас немножечко танцевать Поэтому топ-5 клипов этой недели на ваших экранах Вы смотрите топ-наминок отечественной эстрады По версии шоу 9 студия Начинаем Пятое место Звезда кавказской эстрады Ислам Икляшев радует своих поклонников Очередной видеоработой под названием Ай-яй-яй Конечно же, это песня о любви, исполненная с особым колоритом Давайте смотреть Ай-яй-яй-яй-яа Сборишь словно дикая Любишь, как наевная Сердцем ты ревневая Ай-яй-яй-яй-я То без яда, то змея То чужая, то моя Дикая, упрямая Ай-яй-яй-яй-я 4 место. Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко представляют нам клип на трек «Тост за друзей». Это лиричная композиция про настоящую мужскую дружбу, проверенную годами. Слушаем. Третье место. Ольга Бузова представляет новый клип на песню «Baby Tonight». Как вы уже догадались, это ремейк суперхита «Лады Дэнс» «Девочка-Ночь». Куплеты в этой версии новые, а припев тот самый. Внимание на экран. 2 место. Баста записал балладу «Наугад» при участии Дарьи Яниной. В новой лиричной композиции коллабораторы поют о жизни не в попад и просят у неба совета, как двигаться дальше. Трек служит официальной музыкальной темой фильма «Катастрофы. Одна». Смотрим. Мы живем не в попад, мы живем наугад, в темноте, продвигаясь на ось. Не отдай же мне знак, хоть какой-нибудь знак, ни о чем не прошу тебя больше. 1 место. Дима Билан выпустил клип на песню под названием «Вирсавия». Режиссером выступил Леонид Колосовский. В видеоработе снялась и спела несколько строчек юная певица с таким же именем. Давайте смотреть. На сегодня все. Услышимся позже. Извините, что я цитирую такую великую... Цитирует Бузову, Максим. Нет, великую песню в исполнении Бузовой, к сожалению. Ну что, друзья, узнайте, что можно посмотреть, точнее, послушать. А прямо сейчас мы прочитаем ваши комментарии в нашей группе «Девятка ТВ Киров» под постом с прямой трансляцией. Ваши ответы на наш вопрос. Ваши самые яркие воспоминания из детства. Алена заряжена, телефон у Алены тоже заряжен. Погнали, почитаем. Ну что ж, первый, как всегда, Максим Хакимов. Одно из самых-присамых, как мы с отцом ездили на рыбалку. На велосипеде, я на раме, устала одно место, но радости было, эх, а куней много тогда наловил. Да, кстати, захотелось на рыбалочку. Давайте дальше. Ален Гухман, я помню, очень хорошо из детства, как ходил с папой в парку цирка, мне было разрешено три развлечения. Это означало, что я мог прокатиться на трех каруселях или, например, купить шарик или вату и прокатиться тогда уже только на двух каруселях. Так меня учили делать выбор, принимать решения и отвечать за них. А как же упасть? Я хочу все! Ой, это сложно. Я бы точно ничего там не смогла выбрать просто. Да, я бы все хотела. Это надо с девчонками так поступать. Идете в магазин? Три вещи. Не больше. Или один магазин. В одном магазине три вещи? Или зайдем в три магазина, но не факт, что что-нибудь купим. Елена Катер. Самое яркое воспоминание моего ест, это горячие пирожки с яблоком из русской печки у бабушки с парным молоком. Очень любила летом к бабушке ездить. Это круто вообще. Это очень вкусно на самом-то деле. Наталья Попова. Папа ездил в командировку Ташкент и привез мне большую лохматую собаку. Плюшевую, конечно же. Помню, как сейчас свой восторг. А мне папа с командировки привез кассету с Мэллом Гибсоном. У меня тоже радость была. И, кстати, Наталья также скидывает нам свою детскую фотографию, поэтому вы можете продолжать этот флешмоб. Мы ждем. Мы посмотрим на вас, зайчик маленьких таких. Наталья Савиных, пришли на выставку с детьми, а у них сегодня выходной. Пришлось идти есть мороженое. И вот такой вот грустный, но, друзья, хомячок с мороженкой. Вот зайдите, посмотрите. Детям, может, и радость. Мы не хотим на выставку, мы хотим мороженого. Выставка закрыта, пошли есть мороженое. Может быть, все и к лучшему. Михаил Гвоздков. Здравствуйте, девятая студия. Привет, Миша. Мой выпускной из детского садика «Тополек» – самое яркое воспоминание. Так, «Тополек», а расскажите, пожалуйста, в каком городе? Потому что знаю я один садик «Тополек». На тот момент мое самое яркое воспоминание – это белая береза в огороде. Любил забираться на нее и кричать в окно своего дома «Мама, я здесь». Слушайте, а давно ли мы начали называть финальный утренник детского сада выпускным? Да, это выпускной садик. Да не было никогда никаких выпускных из садика. Финальный утренник. Финальный утренник. Это как для актеров. Или последний утренник. Все выпускной. Какой выпускной? Вообще не понимаю этого. Не надрямино. У нас во дворе жила наибелейшая собака Снежка. Добрые люди подкармливали. Помню, когда не было родителей дома, мы пускали ее домой. Отдавали сваренную для нас тушеную картошку с мясом. Вкус этой картошки не забуду никогда. Мечта о собаке запомнилась тоже. Да, классно. Далее. Карманный поэт застал как советские годы, так и шальные 90-е. Поэтому детство было счастливым и разнообразным. Были в нем как и стенгазеты, сбор макулатуры, пионерские лагеря, так и все самые, собственно говоря, химические вкусняшки. Это жвачки, напитки диких цветов, дэнди и прочие радости, которые мы пробовали на себе. Юпи, просто добавь воды. Ты гудрон, да, что ты выбираешь? Нет, ну гудрон, конечно. Катюшка Клинова, добрый вечер. Я в детстве косячница была. То в клестер попой сяду, то в школу без юбки приду. Это, подождите, очень интересная у нас тут. А, ну то есть, да, без юбки, ну ты же, в штанах. Зато не скучно было и без всяких гаджетов. Особенно дворовые игры запомнились. Игры фанты с мальчишками. Ох, вот так вот. Надо вот так. Игры фанты с мальчишками. Михаил Гвоздков. Огород, соседская клубника и зеленый горох. Любил немножечко пошкодничать. Так потому что, это понятно, соседская клубника всегда вкуснее своей. Сто процентов. Кстати, я помню, что мы когда шли до сада, там же другие еще сады, знаешь, и бабушка всегда мне разрешала, говорит, бери что хочешь, ешь что хочешь. У нас было правило, вот яблони или там вишня, все, что свисает с забора на улицу, это общее. Пока идешь, ты можешь отобрать. Это общее. Все. Вот, я благодарю за то, что мне это разрешали делать. Или если щель большая в заборе, и ты можешь просунуть руку, это не твои проблемы. Это косяк строителей, кто делал этот забор. Светлана Самолова, мне 9 лет. Из школы после продленки до дома нужно было ехать на трех автобусах. В первом же я уснула. Разбудили меня только на конечной остановке автовокзал. Зима, темно, холодно, незнакомое место. Не сразу решилась обратиться за помощью. Домой добралась ближе к полуночи. Есть фотография, очень классная. Не спите в автобусах, мораль. И еще, Елена Гетт, самое яркое воспоминание, это когда я погуляла во дворе, замерзла, прихожу домой, а в доме печка топится. Звук треска, и мама шанги печет. Летом на Синокосе ездила с родителями. Ну что, вот такие теплые сегодня воспоминания. Такой очень теплый, классный эфир. Поэтому продолжайте тоже их писать, обязательно все прочитаем. Ну а прямо сейчас дверь 9 студии будет открываться, для того, чтобы мы продолжили как раз детскую тему, но уже на более современном уровне. Дамы и господа, встречайте! Сегодня в гостях у 9 студии детский нейропсихолог Наталья Никулина. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашей гостье. А вот и она! Наталья уже в нашей студии. Доброго вечера! Как дела, как настроение в первый летний день? Настроение превосходное. Связано с первым летним днем или еще с чем-то? Первый летний день. Наконец-то в наш любимый город пришло тепло. Долгожданное. Сегодня прекрасный праздник, день защиты детей. Ну и такой еще повод у нас в семье сегодня, особенный день. Поэтому настроение прекрасное. Какой-то есть семейный праздник. Да, сегодня день рождения нашей семьи. Ого! Вот это да! Давайте вас поздравим! Вы вышли замуж 1 июня? Да. Круто! Ох ты! Подгадали! Все ли вас поздравили уже? Нет. Не все еще? Ну, сейчас точно все поздравят. Да. Вы поздравляете, делитесь. А почему нет? Когда такая радость на девятой студии, мы всегда только за. Ну что, прошлый раз была просто тема, которая действительно очень многим запала в душу. И ее можно раскрывать и раскрывать. Это тема нейрографики. Тем более, что она касается, когда деток. Это очень интересно всегда. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас лето. Что родителям, прежде всего, необходимо сделать для того, чтобы, во-первых, лето прошло более спокойно, да, и, возможно, кто-то в школу собирается. К вам можно ли обратиться и для чего? Работаете ли вы летом или как все детки уходите на каникулы? Нет, я работаю летом в поте лица. Деткам, которые учатся, я рекомендую отдыхать летом. Отдохнуть от репетиторов, от всяких доп. занятий, да, нагуляться, надышаться воздухом, набегаться, витаминами запастись. Это больше информация для родителей. Для родителей, да, что не нужно преследовать цель подтянуть все хвосты во время летнего периода. Наоборот, детям нужно дать свободу, чтобы они отдохнули. А тем деткам, кто собирается в школу, ну да, можно ко мне обратиться, если есть в этом необходимость. Если родитель видит, что что-то кажется не совсем так, как должно быть. Если, конечно, нет вопросов родителей, то специалисту обращаться не нужно, не обязательно. Ну, в прошлый раз тоже вроде бы обсуждали о том, что как раз перед школой важно хотя бы просто проверить, да, все ли в норме, да, может ли действительно ребенок дальше продолжать обучение. И как раз это лучше всего, наверное, сделать не перед самым учебным годом, может быть, чуть заранее для того, чтобы к вам записаться, верно? Да, конечно, лучше заранее. И если, просто если выявим на диагностике какие-то сложности, чтобы у нас до начала школьного обучения было время, да, чтобы мы могли это все подкорректировать, чтобы ребенок уже подготовленный пришел в школу, чтобы ему было не так сложно, чтобы он сложности не испытывал. Это очень важно. Ну что, у нас сегодня есть классный подарок, прям хочется вам его показать от Натальи. Это вот такая вот книга, большая книга игр, как раз для, я так понимаю, что для летнего периода, да? Для летнего периода, чтобы детки не скучали, там разные головоломки для мозга, прокачать мозг. Так что задавайте свои вопросы, особенно тем, у кого есть детки, поэтому я думаю, что вопросов может быть огромное количество, как раз там, тем больше, что такой специалист высокого уровня у нас сегодня в гостях. Ну, а Наталья, мы отправили к вам нашего корреспондента Александра Башмакина, и он как раз увидел, как вы работаете с другими детками в своем кабинете. Давайте прямо сейчас посмотрим, как здорово проходят эти занятия. Родители, которым порекомендовали обратиться к детскому нейропсихологу, часто сталкиваются с такой проблемой, что просто-напросто не знают, что это за специалист и как проходит у него прием. Сегодня девятая студия отправилась на прием к детскому нейропсихологу Наталье Никулиной, чтобы обо всем узнать и все показать. Наталья, расскажите все-таки, давайте расставим точки над «и». Нейропсихолог – это врач или нет? Нейропсихолог не является врачом, это скорее клинический психолог, ну, психолог, да, который через призму работы головного мозга смотрит на все психические процессы, на работу высших психических функций ребенка, вот в частности, я здесь не работаю. Высшие психические функции – это речь, внимание, память, мышление, счет, письмо, чтение туда же. То есть вот эти глобальные психические функции, которые нам нужны ежедневно. Кому следует обращаться к нейропсихологу? Как понять, что это необходимо? Если проблемы с речью, например, да, если ребенок кажется, что он слишком активный или, наоборот, очень вялый, то есть вот какие-то моменты такие, которые в обычной жизни замечаются, да, нужно идти к специалисту и удостовериться, что все в порядке или не совсем все в порядке, тогда нужна работа. Наталья, вот многие родители, когда сталкиваются с тем, что им рекомендуют посетить детского нейропсихолога, переживают, как этот процесс вообще происходит, что это такое, можем ли мы с вашей помощью сегодня всем телезрителям показать? И да, конечно, я вам без проблем все покажу. Для проведения наглядной консультации нам будет помогать Григорий. Для начала специалист проводит диагностику ребенка и с помощью нехитрых заданий выявляет какие-либо нарушения. Так, смотри, какое задание. Сейчас я тебе покажу табличку. Там идут числа от 1 до 25. Они там в хаотичном порядке. Твоя задача будет по порядку называть числа от 1 до 25, находить, показывать пальчиком и называть. Понятно тебе? Да. Я застеку время. На этом этапе проверяются флуктуации внимания, иначе говоря, его скачки. По норме ребенок должен за 45 секунд найти в таблице и назвать все числа. На выполнение задания дается 3 разных таблицы. Сейчас мы с тобой немножко порисуем, да? Я тебе сейчас покажу вот такой образец, заборчик, начну рисовать. Так, твоя задача – закончить рисовать эту последовательность заборчик до конца строки, не отрывая карандаша от бумаги. Продолжай. Здесь диагностируется серийная организация движения – плавное переключение от элемента к элементу. Ребенок должен удерживать ровность строки, выполнять элементы в одном виде и размере. Угу, все, закончил, молодец. Замечательно все получилось. Видов заданий для диагностики большое количество, и все они работают в комплексе. Помимо результатов самого задания, специалист также обращает внимание на то, как ребенок воспринимает инструкцию, задает ли уточняющие вопросы, обращает ли внимание на ошибки. Все эти детали помогают более полно провести диагностику. Машина. Стул. Стул. Ракета. Отлично. Основываясь на результатах диагностики, нейропсихолог вместе с ребенком переходит к этапу коррекции. Но коррекция – это для нас, для взрослых. Для ребенка это, по сути, игра. Дети вместе с нейропсихологом ползают, рисуют, играют в мяч. Все эти процессы направлены на то, чтобы ребенок смог преодолеть все трудности. Вот так, друзья, посещение нейропсихолога может стать для вашего ребенка увлекательным занятием. Самое главное – не бояться. И, если это необходимо, вовремя обращаться к специалисту. Сегодня говорим про детскую нейропсихологию. У нас в гостях Наталья Никулина. И вы можете задать абсолютно любой вопрос. Тем более, что как раз можно больше времени уделить своим детям. Но для начала, вот мы сейчас увидели какие-то различные упражнения. А давайте попробуем какое-нибудь одно сделать. На взрослом мальчике. На взрослом мальчике, да. И девочке. Давайте попробуем. На самом деле это непросто. Допустим, смотрите, складываем на одной руке. Так, вы на левой сделали. Без разницы на какой. Коза. Вот это будет коза. На другой руке – корова. А теперь одновременно нужно поменять. Раз. Меняем. Так. Меняем. Я сама путаюсь. Меняем. 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 Я запутался. Я хочу на концерт. Что означает, если мы не можем это сделать? На самом деле это упражнение на межполушарное взаимодействие. Наши две половинки мозга. Мы знаем, что у нас есть правый полушарий и левый полушарий. И они между собой должны дружить. Вот. И когда у нас одна рука делает одно движение, а другая рука – другое движение, и меняется, да, вот это наоборот, то мы тут как раз и смотрим, как это межполушарное взаимодействие работает. То есть есть к чему стремиться. Не в том числе. Тоже руки запутались. Ой, Максим у нас продолжает делать. Но вы пока можете писать в группе ВКонтакте свои вопросы для Натальи. Сегодня тем более, что у нас на кону вот такая вот классная большая книга игр, которая как раз пригодится вам и на лето для детей, а также «Весёлое приключение» она называется. Вы можете взять её с собой, да, в дорогу. Там есть раздание. Ну что, давайте почитаем комментарии, ваши вопросы. Итак, ну что, у нас тут, во-первых, есть поздравления. Вот так вот поздравляю вас с днём рождения семьи. Вот так. Благодарю. Как раз очень важный день для Натальи. И ещё спрашивают такой вопрос. Какая у вашей любимая детская игра? Это Катюшка Клинова. Любимая детская игра. Очень люблю. Вот из нашего детства прям вспомнила её, когда стала нейропсихологом. Играем. Мы с сыном очень часто играем в неё. Знаете, летела ворона, читала газету под номером 10. И потом раз-раз-раз, и такие живые эмоции всё время. И мне весело, и ребёнку весело. Очень замечательная игра на реакцию, на внимание, на удержание вот этой программы. Нужно запомнить, что на какое число я должен оттянуть руку, да, отдёрнуть. То есть очень полезная игра. И очень, мне кажется, сближает ещё ребёнка и родителя, когда вообще дети очень любят играть с родителями. Любые игры, неважно. А вы вот такую детскую игру и вообще детские игры из нашего детства используете у себя в методиках? Обязательно. Обязательно. И дети, им эти игры абсолютно незнакомы, им очень нравятся. На самом деле им очень сложно. Допустим, даже вот эти, обычно, помните, мы делали вот ладушки вот эти, да, разные с перекрёстцами, разные-разные-разные. Мы же это легко делали всё, а деткам сейчас очень сложно. И мы с ними тоже вот играем в эти ладушки ещё где-то, может, под какие-то стишки. То есть, ну, вот так вот развиваемся весело. Ребёнку ещё резиночку вот так вот сделай, попробуй. Попробовать надо, очень понравится. И очень полезно тоже. Хорошо. Михаил Голостков спрашивает. Какое у вас любимое время года, связанное с воспоминанием, возможно, каких-то школьных лет? Леты. Летом. Я соглашусь, лето. У меня день рождения летом. Я очень люблю тепло, жару. И вот лето любимое время года. С учёбой у меня не было проблем, поэтому у меня с учёбой это не связано. Именно вот с какими-то ощущениями тепла, солнца, свободы, какой-то ветер в волосах. Максим Хакимов спрашивает. Как простому родителю понять, что ребёнка пора к нейропсихологу? Какие-то должны быть определённые признаки, вот прям явные. Конечно, родитель, если родитель внимательный, обязательно начнёт что-то подмечать. Даже вот элементарно, просто пока ещё ребёнок не пошёл в школу, допустим, он бегает, активно очень носится и очень часто запинается. Либо запинается, либо спотыкается, зацепляется там за углы, за дверные ручки. Вот такое бывает у детей. Допустим, какие-то сложности с речью бывают. Ну и если ребёнок идёт в школу, там уже, само собой, эти все сложности будут. Более видно, что он там невнимательный, отвлекается на уроках, смотрит в окно. Ошибки какие-то определённые допускает, пропускает слова, буквы, не дописывает, или грязь в тетрадях. Ну то есть вот это всё, по идее, этого не должно быть. Ребёнок должен к школе сформироваться в норме, да, он должен созреть. Быть сосредоточенным. Да, рассчитано, что 40 минут ребёнок, школьник, может выдерживать, да, вот это вот внимание, удерживать на определённой задаче. Если ребёнок не справляется с этим, то значит, ну что-то где-то есть над чем поработать. А это влияет на успеваемость, да, и вообще? Обязательно, на успеваемость, на поведение, на эмоциональное состояние ребёнка, на общение со сверстниками, на общение в кругу семьи. То есть это, ну, абсолютно на всю жизнь, на все сферы жизни это распространяется, это видно. Хорошо. Ещё спрашивают, Катюшка Клинова, как тренировать память у ребёнка? Что посоветуете? Как тренировать память? Прекрасные игры тоже, опять же, из нашего детства, по типу снежный ком. Например, да, я называю слово, допустим, там, мяч, вы называете мяч и ещё какую-то одну игрушку. Следующий называют мяч, там, допустим, пирамидка, кубики и так далее. Если, допустим, нас двое, то мы просто наматываем вот эти круги и... Ну, кстати, да, классно. Сейчас летняя тема, мы играем с детьми в чемодан. То же самое, мы берём с собой в чемодан и начинаем. Я беру шляпу, там, говорит, я беру сандалии и так далее. То есть можно вот так, тоже в игровой форме. Часто вас дети выигрывают в этой игре? Ну, с памятью у меня вроде бы нормально всё. Я иногда, иногда чуть-чуть поддаюсь детям, иногда чуть-чуть им подсказываю, чтобы у них закреплялся опыт успешности, чтобы у них не было такого, как в школе у нас наоборот как-то ставят вот эти красные двойки, там, ошибки красным исправляют, и у них именно ещё поэтому, может быть, мотивация снижается, что постоянно красно, всё поправлено красным. Вот, поэтому на занятиях я и стараюсь как-то немножко вот этот опыт, вот успешности закрепить, да, не совсем получилось, но замечательно, всё равно там как-то обыгрываем так, что ребёнок не расстраивается. Расскажите, вот, может быть, какой-то пример, когда к вам приходили, например, с каким-то запросом, возможно, у деток, и потом всё это решалось, и у него, допустим, успеваемость там повышалась или ещё что-то. То есть как он потом после этих занятий себя чувствовал? Совсем недавно, месяца два назад ко мне пришла девочка, ученица третьего класса, мама обратилась, что она невнимательная на уроках, там, отвлекается, уроки не хочет делать. Диагностику я провела, ребёнок абсолютно смышлённый, хорошая девочка, ну вот что-то, что-то не так идёт. Мы с ней два месяца позанимались, учебный год закончился, я у Арины спросила, ты говорю, как? Она говорит, ну, какие-то результаты сама чувствую, что мы с тобой вот тренируемся, там, пишем, занимаемся. Она говорит, мы не остались в тетрадках, в пятёрке. И мама сказала, что учебный год закончила хорошо, девочка стала более внимательной, оценки выправились, то есть, ну, прям такой тут результат. Ситуация была не запущенная, поэтому нам хватило двух месяцев, чтобы прямо даже вот этот процесс подправить. И ребёнок так хорошо закончил учебный год. Не, запускайте. То есть, оказывается, если, возможно, действительно ребёнку неинтересно учиться, он не делает уроки, вполне возможно, что он просто мало сосредоточен, у него какие-то есть как раз внутренние действия, которые нужно как раз поправить с нейропсихологом. Поэтому не всегда это и от учителей тоже зависит, правильно? Конечно, тут такой комплекс. Комплекс, в общем, нужно обязательно делать. Итак, далее ещё спрашивают вопрос, что делать, если ребёнок скрытный и ничего не рассказывает? Если ребёнок скрытный и ничего не рассказывает, тут, скорее всего, большая компетенция психолога, детского психолога или семейного психолога. Возможно, даже, скорее, семейного, потому что всё идёт из семьи. Возможно, как-то родители оказывают слишком сильное давление, что ребёнок не может раскрыться и лишний раз узнают, что ему, если он что-то расскажет, то ему попадёт. Или начнутся какие-то нравоучения лишние. Нравоучение, наказание. Поэтому тут родителям нужно взять на заметку, что родитель должен быть всегда на стороне ребёнка, что бы ни случилось. Есть такая пословица, я не помню, она чья, итальянская или какая-то, точно не помню. Что бы ни случилось у ребёнка, закрой рот и открой объятие. То есть в любом случае мы должны ребёнка поддержать, обнять, да, как-то вот, ну, ребёнок должен чувствовать, что он дома в защите, под защитой. И вот Катюшка Кленова ещё спрашивает, как подготовить ребёнка к переходу и младшей школы в среднее звено? Я думаю, что здесь какой-то особой подготовки не нужно. Если у ребёнка всё идёт по плану, всё хорошо, то ему не составит это особого труда. Вот, а если какие-то сложности в общении, то опять же можно к психологу обратиться, чтобы как-то вот эту... Потому что уже к среднему звену ребёнок в целом-то уже должен был асоциализироваться в обществе. Да, они, мне кажется, так-то легко общаются, легко общий язык находят, но особо сложностей каких-то вот не должно возникать. Может быть, просто там бывает такое, что... Вот я часто даже такое наблюдала и по себе в том числе, что ты когда в младшем, да, хорошо учишься, а потом в среднем звене резко падает успеваемость. Это уже переходный возраст. Там, да, там начинается переходный возраст. Там в целом ещё меняется же вообще вот эта среда, что педагогов много становится. Ну, вот этот процесс обучения немножко, да, меняется. И поэтому дети, у которых всё хорошо, то есть они как-то, они легче вот эти вот изменения все принимают и быстрее перестраиваются. У деток, у которых есть какие-то сложности, им, конечно, посложнее. Но тут опять же поддержка родителей должна быть. Хорошо. Ну что, друзья, вы большие молодцы сегодня. Ну, а прямо сейчас мы с вами будем записывать рецепт ужина, потому что сегодня тоже и деток, и всю семью тоже нужно чем-то вкусненьким побаловать. Ну, а сразу вернёмся и будем дарить вам подарки. Добрый вечер, меня зовут Зубков Роман, и сегодня с вами на ужин мы приготовим куриное филе, запечённое с авокадо и с салатом свежих овощей. И для этого нам понадобится куриное филе, авокадо, тёртый сыр, микс салата, свежий помидор, красный лук, огурец и морковь. Начнём мы с того, что почистим авокадо. Далее авокадо нарезаем слайсами. Затем в куриное филе делаем надрез. И сделав надрез из куриного филе, у нас получился вот такой корман. Теперь мы это всё замаринуем и начиним авокадо. Далее мы посыпаем сыром нашу курицу. И отправляем в духовку на 180 градусов примерно минут на 10-12. Пока куриное филе у нас запекается, мы подготовим салат. Для этого нарежем свежий огурец. Далее помидор. И немного красного лука. Далее в овощи добавляем микс салата и перемешиваем. Далее выкладываем нашу салат на тарелку. Далее нарежем морковь слайсами. И нарезанные слайсы моркови мы выложим на салат. Далее поливаем наш салат маслом. Наше куриное филе готово. Выкладываем его на тарелку. Наше блюдо почти готово. И при наличии бальзамического соуса наше блюдо можно украсить им. Наш ужин готов. Сегодня это куриное филе запеченное с авокадо и с салатом и свежих овощей. Всем хорошего вечера и приятного аппетита. Ну что, друзья, мы сегодня говорили про нейропсихологию, именно про детскую. Теперь вы знаете, что есть у нас потрясающий специалист в нашем городе. И, кстати, работает в центре города, поэтому я думаю, что это будет удобно многим родителям. Поэтому если вдруг вы понимаете, что необходимо как-то своего ребенка немножечко поддержать в этом вопросе, возможно, успеваемость снизилась, то, пожалуйста, на нейропсихологию провериться, как говорится, чтобы все было понятно. Ну что, давайте дарить подарки. Да, давайте начнем как раз с подарка. Большая книга Игр от Анаталии сегодня от нашей гости. Для Катюшки Клиновой, которая как раз спрашивала про игры и вообще сегодня была очень активной. Далее, друзья, Принцесса Карамелька. Это у нас в этот подарок для Елены Гетц. Два билетика вам на 12 июня. Поздравляем вас. Ну а также у нас была сегодня история, которая затронула нас, мне кажется, до глубины души, про автовокзал, когда маленькая, кажется... Девчушка Светлана Самылова. Да, Светлана Самылова. Показалась, да? И только полночи зимой прибыла домой. Полночи, да. Поэтому вы будете согреваться точно и будете радоваться на авиатках Fashion Day. Вам билетик. Ну что, спасибо большое, Наталья. Мы вас, конечно же, поздравляем. Сегодня важный день для вашей семьи. И плюс еще день защиты детей. Как-то совпало. И тепло еще, и лето началось. Так что удачи, успехов. И, конечно же, как можно больше, чтобы родители приходили к вам. Но только для того, чтобы... У нас все хорошо, проверьте, вот так ли это, да? Чтобы детки... Было бы замечательно. Пусть так и будет. С вами сегодня были мы, Максим Кропотов. И Алена Милина. Не забывайте, что в 19.30 премьерный выпуск «Давай оденемся, смотрите про моду этим летом». Ну а мы с вами прощаемся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!